Приветствую вас, и надо сказать, что парень, о котором вы говорите, достаточно недрелый, подъезд к себя ведет, в плане того, что он обесценивается, что ему нравится, что и слава, он проявляет достаточно такую детскую реакцию на отказ, вот, и я не знаю, сколько лет вам, но я думаю, что вы достаточно молоды, хотя надеюсь, что 18 лет вам есть, но вы написали, что вы работаете, поэтому, 17 лет надеюсь, вам есть. Я бы сказал, что эту ситуацию вы отчастием задаете сами тем, что демонстрируете мужчине, что он вам неприятен. То есть, если бы вы не демонстрировали бы ему это, если бы вы высказывали бы ему равнодушие там и так далее, и так далее, вот, то вполне вероятно, что ситуация была бы гораздо лучше, чем сейчас. А так он знает, что он вам противен, а интеллективно, интуитивно понимает, что если он вам противен, то, может быть, у него есть такой вот шанс, шанс от того, что вы от противной, ну, от того, что вам противно, да, перейдете к более позитивной такой реакции, к более позитивной такой модели, вот. Потому что, ну, в принципе, такое случается, вот, не всегда, конечно, конечно, ну, такое случается, такое случается. Вот, поэтому это нужно иметь в виду, да, нужно иметь в виду вот эту историю, и, соответственно, отдавать себе отсчет к тому, что человек, ну, человек может вот таким образом реагировать, вот. Как изменить ситуацию, опять же, как вы хотите изменить ситуацию, как он к вам относится, ну, вы ему нравитесь, это очевидно, вот. Ну, тут, конечно, конечно, сложно, можно сказать, какова природа симпатии его, да, то есть это, это ли чисто, интимная история, да, да, то есть это, ну, чисто, чисто интимный момент, то есть, мужчина просто хочет вам переспать, например. Вот, или это что-то более серьезное, то есть, понятно дело, что ответить на этот вопрос, возможно, мне бы не представляется на данный момент, на данный момент. Вот, поэтому, ну, в принципе, это нормально, что не пытается, возможно, мне бы дать ответ на этот вопрос. Так что я думаю, думаю, что вам имеет смысл преследовать этот момент, да, то есть, как вы сами относитесь к человеку, как вы сами его воспринимаете, вот, и чего вы сами вообще хотите, да, потому что мне лично показалось, что у вас тоже к нему какие-то чувства, какие-то чувства, несмотря на то, что вы это отрицаете есть, я могу, безусловно, ошибаться, но вот, мне кажется, кажется мне так, кажется мне, что есть какие-то чувства. Вот, я повторюсь, я в этом не уверен и могу быть не прав, конечно. Вот, и как изменить ситуацию, в общем-то, учиться, учиться, общаться с человеком, таким образом, чтобы он видел, что его какие-то действия, поступки по отношению к вам вас не задевает. Чтобы он это видел, чтобы он видел, что вам, в принципе, по большому счету все равно, чтобы он видел, что вам плевать на то, как он реагирует, например, на то, что он делает, например, и так далее. Понимаете? Понимаете? В общем, штука. Если будете так делать, если будете так действовать, то проблем будет гораздо меньше, мягко говоря. А сейчас получается так, что вы реагируете на его какие-то действия, да, по отношению к вам. И, конечно, это вызывает у него ощущение, что он может на вас влиять как-то. Даже если это на самом деле не так. Поэтому крайне важно, чтобы вы привели к нему равнодушие, крайне важно, чтобы вы показали, что вам был в общем-то. меня особо, меня особо волнует, что человек делает, вот, ну, например, иногда уже можно будет, значит, двигаться дальше. Я бы вам порекомендовал бы обратить внимание на то, почему вы чувствуете, что он вам, грубо говоря, противен. Вот я бы на это обратил ваше внимание, потому что если бы вы к человеку ничего бы не чувствовали вообще, то вам не было бы противно. Так вот, получается, что есть вот этот вот элемент какого-то отторжения. А элемент отторжения это, на мой взгляд, всё-таки не без различия. Элемент какого-то отношения. Имейте это, пожалуйста, в виду. Я бы ещё порекомендовал вам поиследовать психологическую игру догонялки. Есть у меня вот такое ощущение, что догонялки вы с молодым человеком своим играете. Это когда один приближается, другой убегает, другой приближается, первый убегает. Ну и там всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...